о супраментальном знании совершенно небывалое чувство какая там уверенность это факт ведь вещи суть факты очень тяжело объяснить но вместе с таким знанием приходит полная сила она всегда рядом но факт абсолютность знания приходит от тождественности ты есть то что ты знаешь ты есть то что ты знаешь так вот знание новое знание супраментальное когда мы в общем-то начинаем уже оперировать иным видом психической деятельности интуитивный сверхсознательной психической деятельности вот это знание не продукт ума это не продукт нашей памяти это нечто что заставляет вас стать тем что вам необходимо узнать то есть по сути вы становитесь человеком вы становится с процессом вы становитесь ситуации где вам все известно буквально из первоисточника то есть ты становишься тем процессом или тем человеком той вещью который ты должен узнать или познать как бы изнутри понятно ну умом то может и понятно но по сути ну так можно кивнуть головой да но это надо почувствовать это надо почувствовать на опыте на практике что это действительно так и тогда все тайны касаемо ну вот этого мира ну не все но большая часть этих тайн перестают быть тайнами перестает быть тайны странно понять умом действительно это невозможно и что интересно это знание приходит в силу необходимости тогда когда действительно это нужно приходится мой ситуации не просто ты любопытствуешь а я хочу узнать это я хочу узнать то любопытство не поощряется когда ты хочешь когда открываешь желание когда твоя га выходит на первый план знаний этих нет но когда ситуация требует чтобы получили эти знания они есть поняли вообще гениально все придумано как только ты якнешь как только ты захочешь сила уходит и знания нет это любопытство любопытствует у нас кто и что его наши понятно а мы жить то должны все таки а жизнь это не просто любопытство мы любопытствовали в свое время набили много шишек ученые любопытствовали что там в этом в атоме да что получили атомную бомбу получили ну любопытство но тоже ведь знаете щелочку замочной подглядывали там тоже любопыт дверь вас стукнули ну на разных уровнях любопытство всегда приводит к неприятностям честно говоря так вот это знание приходит только в силу необходимости и когда это действительно нужно они по твоим любопытствующим запросам она отнюдь это знание не продукт логического мышления это продукт вашего отождествления с предметом знания это знание не требует никакого подтверждения из каких-либо дополнительных источников она для вас факт непреложный и несет себе силу силу то есть какую силу силу реализации вы это знание можете мгновенно реализовать не просто теоретическое знание она сразу же в ситуации в которой она к вам приходит и необходимо было ему прийти но сразу направлено как действие все понятно знание есть действия есть сила который совершает это действие так что это знание не модельная никакой модели нет есть подлинник есть то что на самом деле никаких модельных представления процессе никаких модельных знаний общение с подлинником и напрямую проблема решается очень быстро людям от науки от не понять пока они сами не испытают подобного некоторые испытывали некоторые испытывали очень редкие гениальные умы действительно это могли подтвердить в ряде вопросов которым приходилось решать именно озарениями непосредственным тест отождествлением с процессом или предметом их исследования и мне это очень помогло моей профессиональной деятельности при расследовании авиационных происшествий когда анализировалась поведение и состояние действия экипажа в экстремальных ситуаций когда воедино собирались собиралась вся имеющаяся информация об авиационных происшествиях разрозненная информация казалось бы даже противоречивой когда она вся собиралась вместе то обладая вот этим самым новым способом видения и новым способом мышления ты чувствуешь что видит и чувствует например пилот в этой ситуации что видит и чувствует диспетчер что видит и чувствует там штурман и что самое главное ты становишься этой ситуацией не только человеком который в этой ситуации ты сама эта ситуация странно до шизофрении какая-то но ты ситуации по секундно ты видишь ее целом ты видишь ее интегрально то есть ситуация сама для тебя перестает быть некой тайны и и не надо складывать из каких-то отдельных разрозненных фрагментов ты в ней вот это интереснейшая была вещь это я для себя как открытие сделал ты способен ее видеть обычно как ты сказать перерасследование происходит из каких-то фрагментов пытаются логично выстроить некую мозаичную ситуацию вот из каких-то кусочков кусочки тебе эти не нужны как только ты видишь всю ситуацию то каждый кусочек потом встает на свое место и при описании и и ты ставишь кусок каждый на своем место не из них складываешь пытаешься ты сказать вот связь между ними снять она связь разрывы дискретно это не можешь связать эти два кусочка если не видишь всю ситуацию а потом они просто выстраиваются в ту логическую цепочку которая для потребления широкого ну станет уже понятны поскольку вся ситуация для тебя становится ясно так что если бы я не делал этого вот так вот в этом варианте в новом касаем профессиональные действия до ни одной книги не написал вот той которые были написаны по нашей с вами тематике я рассказывал что вот весь материал да он тебя есть весь ты смотришь понимая что те на два-три дня чтобы все это написать два-три дня расследование тянется месяцами вот ты уже понял знаешь все прикинул совсем ознакомился мне иногда ведут ли там верху начальство г ну ты совсем познакомился ты вот это читал это видел это видел от какого твое мнение огонь ну вы заканчиваете вы это не сделали еще нет вот это не сделали нет потому что как правило там есть какие-то хвосты все вот тогда все сделайте мы это да посмотрю а у меня уже все как бы внутри сложилось я уже знаю чего делать и как делать и потом когда все это складывается и все это приносится но я сажусь мне надо может быть неделю для того чтобы написать садишься просто пишешь с утра до вечера все написал а когда раньше тебя дают вот иногда бывают такие знаете поделки вот надо там какой-то факт осветить сколько тебе надо времени я раньше делал это за два часа за полтора часа удивлялись потом они говорят но и подожди не спеши и вот пусть отлежит стадоя ну пусть пять дней лежит пусть лежит пять дней не надо это час на это или полтора ну лежит я сижу печатаю печатаю наши книги но думает что я там голову ломает угоду это просто уже давно решен он выйдет на яйца не стоит вот но люди настолько привыкли настолько привыкли чтобы не все там отлеживалась что потом еще раз посмотреть переписать вообще-то было просто интересно интересно вот мне это помогло очень помогло вот это удивительно было как только это открылось этом боже мой теперь как все понятно никаких проблем нет можно практически не работать заниматься делом главным делом жизни пожарный кишни всегда пожар тушат да ну они же в домино играет свободное время или тренируется там чему-то и вот так вот мне тоже с какого-то момент стала вести в этом плане много свободного времени оказалось который все-таки на пользу над было использовать нашего общего тела это тело давно год или два не чувствует своих границ теперь все не так не так как обычно это уже не а гламират не тело в коже нет это собранные вместе вибрации даже то что обычно называют болезнью только это не болезнь это сбой функционирования для тела имеет совсем другой смысл нежели для врачей или обычных людей она воспринимает их как трудности с настройкой под новые вибрационный способ существования с настройкой на божественную волну то что в теле возникают некоторые трудности так вот когда физическое тело обретает полную прозрачности энергетического то действительно кажется не столько кажется так она есть на самом деле то слово кажется не подходит что она не имеет границ и сам наш мешок с костями наше физическое тело таковым больше не ощущается его как-то не чувствуешь что это вот что-то твердое такое плотное а когда речь заходит а так называемых болезнях то употребление этого слова слова болезни неправомерно на наш взгляд это слово вообще надо пустить вот то что обычно называют болезнями являются лишь проявлением несоответствие нашего физического ментального и витального тел требованиям эволюции по какой причине по причине закрытости человека вот этому трансформирующим процессу при печени закрытости нашей эволюционной энергии поэтому не соответствует наши тела физически витальные ментального того что требуется свыше они должны меняться они должны настраиваться а потому можно говорить о существовании одной единственной болезни а хронической эволюционной недостаточности вот от нее уже танцует и все остальные диагнозы от отсюда не идут если наше тело не настроена на божественную волну или на волну вот той нисходящей эволюционной силы как хотите и называете если она не стяжает эту энергию то то выполняет только разрушительную роль она разрушает наше тело она не созидает нас новую жизнь и когда мы сознательно открываемся от энергии она начинает созидательную работу не путайте эту энергию с пранической энергии который поддерживает здоровая жизнь в сметном теле поняли разные вещи совершенно сметное тело но тоже может быть напитана пранической энергией там найти вот энтузиазм все пышет кипит но это продление чего сметной жизни это никак не трансформация на тонком плане никаких изменений на тонком плане не происходит никаких наработок тонких вибрационных структур в этом случае нет просто физическое тело ну получает смертное тело максимума ну возможного что она может выдать вот сейчас пока я компенсируется вот это ее здоровьем да потом сразу идет обвал просто и в конечном счете понятная до компенсация если она не идет изнутри а из каких-то внешних источник за счет пранической силы она до какого-то момента до какого-то возраста есть потом идет обвал и все после я знал одного человека еще в детстве им восхищался был очень сильный парень вот он учился время медицинском институте обливался зимой холодной водой регулярно выходил еще в старой квартире мы жили в коммунальной он выходил на улицу зимой ведро холодной воды каждое утро вот а потом вдруг я узнаю прошло какое-то время ему было это не больше 40 лет совершенно точно что он заболел тяжелой пневмонией очень быстро умер поддерживал здоровье вот там все это здоровяк был сильный здоровый но праническая энергия это не энергия которая меняет нас которая трансформирует которая изнутри делает нас здоровыми делает здоровыми это сказать исходя из нашей истинной сущности психического существа то есть здоровье изнутри должно быть получено через посредство нисходящего потока а внешнее здоровье но но увы это только видимость эта оболочка здоровья как бы вот некая внутри оказывается что это может в один момент быть все потеряно чем неожиданно как говорят только вчера его видел нет у нас на работе там у входа всегда висят вот эти вот с двумя гвоздичками там на только вчера дает его видел вроде бы был ну вот у нас так и бывает а вчера видел так что если вы встали на путь сознательной эволюции слова болезнь должно быть забыто потому что слово болезнь имеет гипнотическую силу то есть вибрации заложены в этом слове это гипнотическая сила в процессе трансформации процессе трансформации физическом теле постепенно устанавливается новая абсолютно новая энергообменная среда понятно что клетки находятся совершенно новой энергетической среде каждая клеточка получают питание по каналам канальцем кундали непосредственно из чистого источника соответственно дыхание вырежается с она становится поверхностным гемоглобин снижается масса всяких то есть биохимические показатели становятся другими принципиально другим потому что новая энергообменная среда требует совершенно иной биохимии телесной физиология меняется почему меняется очень очень существенно и клетки какой-то период они должны построиться под эту и новую энергообменную среду и трудности адаптации бывает вот мать не справедливо говорю что идет настройка идет подстройка если человек рано в раннем возрасте или молодом возрасте встает на этот путь то проблем практически нет клетки очень быстро настраивается на эту волну вот если человек возрастной то вот это ну передача что ли полномочий что касается нашей наших обменных процессов в руки вот этой нисходящей силы она происходит несколько болезненно то есть есть периоды недомоганий каких-то болезненных явлений сидят постройка и настройка клеточная с некоторыми изъянами что но в конечном счете требуется время просто спустя какое-то время все ставят на свои места это тоже надо понимать моем сознании находится все вместе мир ашрам и я с ними чувствую все вещи когда ко мне приходят люди каждый со своей маленькой бедой сложностью внешне или внутренней берут муху и делает из нее слона внутреннее сознание на все отвечает одинаково с равным сочувствием это то состояние сознания когда все что касается человеческих проблем на каком уровне они не находились все действительно принимается с искренним сочувствием к человек говорит свои проблемы если он говорит говорит в общем то ну то что он чувствует понимая что у него сейчас нет ничего другого что могло бы его волновать и поэтому нет возмущений потому что есть люди которые ну вот по поводу этих маленьких проблем это что-то сюда пришел с этой ерундой с человеком надо конечно говорить сочувствуя ему то есть понимая что у него вот у конкретного человека это сейчас на первом месте это для него главное вот мать замечательно говорит на эту тему вот она со всеми говорит одинаково со всеми говорит одинаково понятно почему если он пришел и говорит это не как надоедливая муха там одно и то же каждый раз а просто он пришел и говорит значит это его сейчас волнует и никакой то сказать иной проблем он не видит вот для него это очень важно поэтому как-то его укрепить вот в его состоянии что-то теста этим у помочь и подсказать это очень важно при этом ты прекрасно понимаешь говорят вот именно с сочувствием вот ты прекрасно понимаешь что все психологические проблемы которые имеют место у людей это порождение собственного эгоизма это прекрасно понятно то есть они сами как говорят нахомутали да это их прежде всего проблема они ее инициировали но тем не менее если это и говорить то говорить надо так аккуратно и потихонечку чтобы человек в общем-то окончательно не добить даже есть ситуации когда надо действительно в какой-то момент просто помочь подать вот руку помощи капельку чуть-чуть и больше ничего потом дальше может все пойти совершенно по-другому вот это понятно атаку стране его и 90 процентов так называемых проблем они просто перестанут существовать 90 процентов это точно совершенно а те которые останутся безболезненно это сила разрешит так что стопроцентно можно рассчитаться со всеми проблемами а потому надо помочь человек понять истинной причин причину с ним происходящего лишь как он этим распорядиться это уже его личное дело подсказать можно что он будет делать это его дело когда я слушаю человека или читаю письмо мое тело осознает все затруднения созданные самим этим человеком появляется такое ощущение в клетках но зачем он относится к этому именно так ведь он сам все усложняет тело понимает она понимает что такое слепое эгоистичное эгоцентричные отношения безумно осложняет положение этого человека но не тело она говорит тело это новое сознание вот слово тело она говорит как воспринимающие что-то новое сознание способна видеть человека действительно таким каков он есть на самом деле и для этого достаточно бывает только взглянуть на него или на даже на фотографии как все становится понятно потому что есть некая вибрационная составляющая в облике даже в фотографическом я уже не говорю о присутствии человек то есть это восприятие восприятие только на уровне вибрации все трудности которые испытывает человек имеет один источник источник один это его эгоистическое существование как следствие от падения чего от высшего начала если отпал от высшего начала неизбежность эгоистического существования отсюда все проблемы так что всегда работа на пути сознательной эволюции особенно если ты начинаешь работу молитвенным что ли путем это признать свою несостоятельность части от падения от господа то есть покаяние в отпадении от высшего источника если вы это признаете тогда проблемы существенно уменьшаются в вашей работе вот если вы это признаете если вы пытаетесь сохранить эгоистическую обособленности идти духовным путем то с какого-то момента у вас начинается бесовская духовная жизнь потому что вы не хотите расставаться с какого-то момента она бесовской становится вы и может называть духовной и в эгоистической нашей жизни всегда будет действовать обучающий кармический закон который не даст человеку с так страстно желаем покоя люди желают покоя но не могут они его обрести только в статусском маразме там обретается некоторый покой это это деньги на под подушку прятать там прислушиваться не придет ли вор в полночь расхитить материальные накопления вот покоя никогда не будет если вы не будете исполнять свою главную роль вот в этой жизни то что вы должны делать покоя не ждите и ждите можете использовать много всяких местных методов обретения покоя ну в какой-то период можно что-то использовать обрести покой ну 15 минут 20 минут я не знаю на полчаса как один человек мне сказал я обретаю покой по 12 часов в день медитируя эти вот по 12 дней тогда он в покое ну вот хочется покоя 12 часов в день вот у него есть свободное время он видите вместо того чтобы пойти пройтись просто до без ума на природе вот он медитирует вот такие дела наши люди пытаясь найти покой уже не знает источник вообще откуда покой то должен происходить и откуда берется беспокойство то есть полная профанация вот того что мы называем нашей жизни то есть мы ее профанируем мы не понимаем мы не имеем духовного правильного просвещения нас его нет вот эта беда беда номер один человечестве номер один нет правильного духовного просвещения и церковного не религиозного там не психологического по большому счету мы должны знать свое место в эволюционном процессе кто мы что мы зачем мы здесь что с нами было что с нами есть сейчас что должно быть в принципе вот этого нет об этом никто не говорит все какие-то эзотерические сказки либо церковные там эти демагические размышления о том что виде захарить себя хорошо получишь рай там быстренько больше ничего вы и вот это новое сознание действительно чувствует человек очень хорошо она ощущает его истинную сущность и если дать такому человеку который как бы жалуется на свою жизнь говорит что у него все не так что все идет не так как ему бы хотелось если дать ему правильный совет если дать ему правильный совет то он практически наказаем не воспользуется совет можно дать нам практически никогда не воспользоваться потому что эгоистическая воля а че пересили даже очевидный здравный смысл она пересиливается то человек ждет ответа тебя такой какой уже у него есть эгоистическая его позиции он ждет что ты подтвердишь от если это не подтверждаешь это он и кивнет тебе с тобой согласиться на все но поступит так как он уже решил поступить на этом все заканчивается с другой стороны не надо приучать людей к тому что вы готовы за них все решать помогать вот в каждой ситуации лишать их лишать их возможность совершать ошибки пусть они совершают скорее не придут искать правильному пониманию того что им нужно делать потому что порой иждевенчество приносит вред душе которые еще предстоит зреть незрелая душа просит ну подскажи подскажи для того чтобы созреть и и надо получить урок масс понятное незрелая душа зрелая душа на поймет корректировку внесет а незрелая душа они могут так присосаться и когда вот что меча сделать а что вот завтра что послезавтра мне вот так вот так вот так то есть нет личного опыта тебя слушает он будет это делать но душа не зреет то есть надо четко понимать кому можно давать совет по любому поводу по любому поводу нельзя давать советы вообще кому нельзя это делать опять таки у нас вот когда собирается какие-то маленькие группки от которых я говорил там всегда вот это вожачок он дает советы по всем вопросам все знает уже вот это так это так это делает не делает там альцин васильевич я сказал не в книжке там написано и начинается человек должен сам сам в конечном счете конечном счете созрев внутренне принимать решение совета иногда можно давать но как правило ими не воспользуются люди они всегда сохранять свою позицию это проверено уже проверено ну и хорошо довольно любопытно такое чувство и чувство и ощущение что обычное человеческое отношение к жизни множат трудности фантастических пропорциях при правильном нормальном отношении жизнь становится гораздо гораздо легче вот человек который пребывает в неведении который пребывает в поле витально ментальных в поле витально ментального сознания он создает себе жизнь создает себе в жизни уйму необязательных трудностей абсолютно не обязательно и множитых фантастических пропорциях вот человеческий ум способен выдумать все что угодно даже того что в природе вовсе не существует бывало у нас такое да мы такие там ситуации на придумаем что ночь спать не будешь оказывается утром все как-то рассосалась а с вечера ситуация какая фантастические на придумали и уже все свершилось приговор уже подписан да бывает такое то что ум наш это страшная просто штука просто страшный стоп человек постоянно борется с виртуальными трудностями которым выдумывает сам в уме выдумывает просто 90 пациентов трудности они виртуальны они реально не существуют их нет их просто нет это то что всплывает в уме как некий вариант из сотен вариантов и человек с этим вариантом носится потом этот вариант порождает еще цепочку сложности понимаете ложный вариант и пошло поехало то есть отправная . ложный один вариант и идет целая цепочка вот так чем люди живут и не только человек этим занимается этим занимается всего человечества вот посмотрите включите телевизор вечер один посмотрите новостные программы сумасшедший дом это вообще просто идиллия там тихие люди да потому что их там лечат вот а тут не лечат бесполезно вот стоит только посмотреть все вот один день посмотрите с утра до вечера новости посмотрите по разным каналам диагноз поставить ну проблем не будет если вы более менее так ориентируетесь в человеке посмотрите интересно а правильное нормальное отношение к жизни возможно только преследование по пути сознательной эволюции когда вы действительно знаете о себе все когда вы на себе понимаете кто вы есть и что вы есть когда вы проецируете это на человечество видите что происходит в человечестве когда вы меняетесь направление духовной реализации когда меняется ваше сознание тогда какие трудности откуда они будут будут ошибки некоторые но они будут очень быстро корректироваться вами же или божественная если вы не полностью доверяетесь жизнь будет совершенно другой просто другой фантастически другой ведь тело чувствует вибрации их концентрацию создает их концентрации создает тело ощущает она их тело ощущает их природу видит что нормальная реакция мирные полные веры сильно облегчает жизнь от возбуждения от беспокойства от страха от недовольства от реакции воли который не желает она буквально вскипает заводится как машина если же принимать трудности с верой и простотой они сводятся к минимуму материальном плане и материальных вибрациях и к состоянии фундаментальной ровности сознания помогает любую ситуацию видеть достаточно ясно если бы в ровном состоянии если витальная сфера у вас эмоциональная сфера и сфера ума спокойны вы видите ситуацию в целом вы предвидите ее возможный исход вы соответственно минимизируете количество возможных ошибок и промахов которые допускают человек когда она находится в беспокойном состоянии состоянии возбуждения успокойтесь прежде всего если надо принимать какое-то решение его принимать над в покое просто элементарно и просто ну что ли советы я не говорю уже скатя нашей рабочей на пути когда это должно в основу положено быть ровное спокойное состояние фундамент вот эмоционально витальный внутренний вибрационный покой дает нам возможность почувствовать присутствие божественного даже в телесной материальности в конечном счете когда мы работаем на пути вот и там это происходит происходит перенастройка наших клеток тел нашего тела нашего телесного знания именно сознание на божественную волну мировой истории штиуробинда представляет не учения и даже не откровения а решительные действия идущие прямо от высшего все рубин действительно и теоретик хотя при прочтении его фундаментальных трудов может сложиться такое мнение когда читаешь него труды к что он теоретик что он блестящий философс он мудрец вот но он прежде всего практик практика эволюционист это что называют его учением есть такое словосочетание учения шри авробинда вытекает из практики практики трансформации сознания посредством нисходящей силы вот той божественные силы которая идет речь так что он сам по себе являет собой ярчайший пример реализации пути сознательной эволюции все что он предлагает предлагает своим последователям в качестве учения не есть плод его рассуждений таких теоретических философских о божественной жизни а есть результат его многолетнего индивидуального творческого многогранного практического опыта вот он об этом говорит именно это и более всего прочего необходимо тем людям кто имеет духовный дар им нужна практическая реализация вот это самое главное есть люди которые имеют дар духовный но не имеет правильного духовного просвещения не знаю тогда как распорядиться этим даром он есть а как камеры спредит